итак насчет разберем приложение двух уровня оптимизации к поиску равновесий на конкурентных рынках так ну давайте здесь все рисунки очистим вот представим что у нас есть две фирмы две фирмы которые значит производят некоторую продукцию итак ну значит вот пусть c и t от у этого это есть издержки и ты фирма которые задают следующим образом c на у и т плюс д значит и здесь либо 1 либо 2 значит c это так называемые предельные издержки то есть издержки которые начнут единицу дополнительной продукции а д постоянные издержки вы считаете что они одинаково значит вычисляются и значит для первой фирмы для второй но в общем случаясь здесь могут быть разные функции но мы сейчас все жизнь усложнять не будем далее цена значит модель ценообразование следующие определяет следующим образом так а минус б у у вот в данном случае у это у 1 плюс у 2 да у то я не ввел у это собственно объем производства продукции объем а это объем производства продукции то есть вот нас две фирмы решают сколько продукции произвести у 1 объем продукции первой фирмы у 2 объем продукции второй фирмы у и тт объем продукции ты фирмы объем продукции так О폰 получается общий объем производства общий объем производства п эта цена цена вот а минус б.он. то есть чем больше продукции на рынке тем меньше и цена но вот и известный закона за экономики да чем больше продукт с тема дешевле Ну, зависимость, опять же, в простейший случай предполагается линейной. Далее. Ну, введем давайте целевую функцию. Я пи большое обозначу. Пи от O1, O2. По следующему правилу. Это, собственно, будет так. Итак, P от U на U и T, стоимость на объем производства, это получается доход, минус затраты издержки, минус Саиды от Уитова. Вот у нас две фирмы, и у них известны функции дохода. Вот здесь все подставить, и можно явную формулу получить. Ну, давайте я, может быть, даже выпишу, чтобы было понятнее. Цена U... Так, нет, неправильно. Значит, здесь, получается, цена – это будет A минус B, U. Значит, U здесь U1 плюс U2. Да, да, можно сразу написать U1 плюс U2 на U и T минус C на U и T минус D. Ну, вот две фирмы, да, значит, и либо один, либо два. Значит, вот эта функция прибыли и ты фирма. Ну, вот, как искать равновесие на этом рынке? Значит, вот первый подход – это, значит, подход Нэша. Давайте найдем поиск равновесия по Нэшу. Давайте я определение. Давайте вспомним, что такое равновесие по Нэшу. Кто может его объяснить? Какой смысл равновесия по Нэшу? Что такое ситуация равновесия по Нэшу? Чем она характеризуется? Кто знает? Ну, кто прокомментирует? Равновесие по Нэшу. Что это за ситуация равновесия? Что в ней такого особенного? Почему она равновесия? Я не знаю, но, может быть, это когда у нас доходы равные затратам и прибыли. Не, не, не. Ну, теорию Игорь кто-нибудь изучал? Вроде у нас был курс теории Игорь-то в бакалавриате, нет? Или не было? Теория Игорь, расследование операции. Вот эти вот предметы, где, собственно, Нэши Панешу рассказывают. Ну, ладно, я вам расскажу, если ничего не помните. Так, значит, ситуация равновесия по Нэшу – это такая ситуация, в которой ни одному из игроков невыгодно отклоняться от избранной стратегии. То есть, если кто-то из них вдруг в одностороннем порядке передумает и поменяет свою стратегию, то он от этого только проиграет. При условии, что второе остается при своем. Вот если сложилась ситуация равновесия Панешу – все, никто не может отступать. Ну, а если математически, то давайте так вот. Значит, равновесием Панешу. 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 Значит, называется такая пара стратегий, ну, в данном случае У1 со звездочкой, У2 со звездочкой, что для любой другой пары стратегий У1-У2 ПИИТО от У1-У2 со звездочкой… Так, смотрите. А нет, давайте вот здесь надо уточнить. Значит, ПИИН. Значит, если первый отступает, то он проигрывает. Но, следовательно, его так сейчас… Здесь у нас прибыль, да? Ну, хорошо, давайте, значит, здесь прибыль будет. Его прибыль уменьшится. Значит, будет меньше Лебраной, чем ПИИ1 от У1 со звездочкой, У2 со звездочкой, да? А если второй отступит, а первый останется при своем, то второй проиграет, его прибыль будет меньше. Вот такая вот ситуация. Значит, первый проиграет, второй проиграет. Если кто-то, вдруг в одностороннем порядке отступит. Так, ну и подумайте, а каким образом тогда можно найти эту точку? Значит, что, по сути, здесь записано? Вот в первом, что написано? Значит, в сущности, это значит, что ПИИ1 от У1 со звездочкой, У2 со звездочкой равняется максимуму по У1 от ПИИ1 от У1, У2 со звездочкой. А ПИИ2 от У1 со звездочкой и У2 со звездочкой есть максимум по У2 от ПИИ2 от У1 со звездочкой У2. Так, ясно? Да. Ну и вот. И как найти эту точку максимума? Что надо сделать? Как найти максимум? Там в 10-м классе учат. Ну там, производная равна нулю. Ну естественно, да. В точке экстремума. Да. Значит, производная в точке экстремума равна нулю. Ну, то есть мы находим все точки экстремума и потом проверяем, максимум это или минимум. Ну, да. Да, вообще. Значит, ну смотрите, что здесь получается. Здесь как вот У параметр, да, то есть ДПИ1 по У1, У2. Значит, максимум-то по У1 ищем, значит, по У1 производную берем. Приравниваем к нулю, да. А ПИ2 по какой перемену надо дифференцировать? Вот так. По У2. Здесь по У1, а тут по У2. Вот получается, значит, находим решение системы уравнений. Так, вопроса есть. Понимаете, что делать? Ну, слушайте, дифференцировать уже вот. Видите, у нас тут функции записаны, да, ПИ1 от У1, ПИ2 от У2. Но давайте уж я тут не буду это рисовать. Либо кто-нибудь на доске пишите, да, либо сейчас сами решайте и говорите, что получается. Ну, что-то надо стереть в любом случае, да, вот это, наверное, все-таки придется стереть. Вот ПИ у нас задана функция, я не буду пока стирать. Ну, вот тут есть местечко, да. Ну, вот давайте систему неравенств. Ну, может быть, что-то такое система уравнения. Может быть, есть желающие, значит, порешать на доске. Да. Да, кстати, разобрались, где там кнопочка для включения карандаша? Да, кажется. Ну, давайте так, попробуйте. Ну, давайте. Значит, вот ПИ1 дифференцируем по У1, приоритем к нулю. Ну, да ладно. А, вот, запросить управление экраном, да, есть такая штучка. Так, только смотрите, вы, получается, так. Сейчас вы сейчас моим карандашом, что ли, рисуете, да? А, ну да. Так, это не очень удобно на самом деле, потому что… Так, ну ладно, так. Я что-то не то сделал? Как-то по-другому можно это? А я вот не знаю, как-то Настя делала по-другому. Я не запросил управление, нажала «Комментировать». Ага. Ну да, вы все-таки отдайте мне управление, потому что тут получается, что мы вдвоем одной мышкой работаем, и это не очень удобно. Так, а как мне отдать вам управление теперь назад? А, вот, передать дистанционному управлению. Ну вот, да. А попробуйте там комментировать, да, кнопочкой? Угу. Так, ну получается, P1 это у нас, вот это выражение записано, да? Просто подставляем. Да, вот, U1, но здесь надо вместо U и T1 подставить и продифференцировать по U1 все это дело. Ну тут, значит, здесь надо бы скобочки раскрыть, да, где-то будет квадрат, где-то будет первая степень. Так, сейчас, секунду. Так, ладно, я не могу это стереть, пусть будет зачеркнуто. Там только ток рисовать можно, да, нельзя? Ну, видимо, вот из-за того, что я это нарисовал в предыдущем, как бы, я теперь уже не могу это стереть. Давайте я сотрудничаю. Так, что надо вот это стереть, да? Так, а здесь у нас C. Ну да, пока да. А вот здесь у нас C, Ui, T и минус… Так, зачем вот эта лишняя скобочка здесь где-то? Вот это вот. Правильно? Минус C, U1 минус D. Вот это надо будет дифференцировать по U1. Ну, получается, здесь у нас остается… Так. Там, верно, где-то нарисовать, да? Да, точно. Надо бы скобочки раскрыть, да, что правильно. Ну, если так, видите, сразу попробуйте записать. Здесь у нас, получается, будет B на U1 в квадрате. Это, получается, будет 2B1 на U1. Да, здесь U2 как константа выступает, да, минус U2. Да, просто U2 минус C и все. И все, да, и к нулю приравниваем. Ну и такое же уравнение для U2 надо составить. Ну, для U2 будет идентично, да, получается, то же самое по сути. Ну, да, но здесь что изменится? Ну, да, здесь U1 и U2 местами поменяются, видимо, да. Минус 2, получается. Так, здесь я зачем-то написал B1, здесь нет никакой единички, здесь просто... Ну, вот так. Так, ну, вот, надо решить систему. Да, кстати, может быть, для начала поймем, почему это максимум. Чтобы понять, что это максимум, что надо сделать? Я уже не помню, если честно. Вторые производные посчитать. Вторые, да. Вторые производные. Вот вторая по U1 какая? Так, получается, по U1 будет минус 2B. Ну, да, а B у нас положительна, поэтому отрицательна, значит, точка максимума. Ну, и во втором случае то же самое, у нас здесь точка максимума получается. Вот надо теперь ток системы неравенств решить, ее решение будет точка максимума, значит, в обоих, для обеих функций. Ну, наверное, можем вычистить одно из другого. Ну, так, может и можем, да. Тогда будет минус 2B на U1, минус B на U2. А вычитаем, они сокращаются. Минус C плюс C тоже сокращается. Получается, здесь будет плюс 2B U2 и плюс B U1 равно U2. Ну, а цена, по-моему, получается, что U1 равно U2, правильно? Да. Ну, то есть, да, смело теперь представим U1 равно U2, ну и выражаем. Они одинаковые, здесь все симметрично, поэтому следующее ожидать, что здесь будут одинаковые значения для U1 и U2. Получается A минус 2B U1 минус B U1 минус C равно 0. A минус 3B U1 минус C равно 0. Получается... А, сейчас... Получается C минус A... Нет, это будет минус. Так, зачем вы B выражаете? Надо U1. Не знаю. Сейчас, секунду. Так. С минус A поделить на 3B, получается, U будет равно A минус C поделить на 3B, U1. И у нас ответственность. Ну, два такое же, да? Вот. Ну, здесь, значит, что интересно? Интересно отметить, какая будет прибыль у первого и второго игрока. То есть, надо подставить и давайте запишем прибыль игроков первого и второго. Так, а прибыль это у нас P большое. Да, P большое. Так, значит, B1 это A минус... Так, на B умножаем, получается. A минус C, B сокращаются. Поделить просто на 3. Здесь получается то же самое, просто A минус C поделить на 3B минус C умножить на A минус C. А поделить на 3B минус D. Так, да. Вы знаете, что, здесь надо попробовать A минус C в квадрате как-то получить. Но здесь, видите, что тут где-то A минус C. Попробуйте, чтобы выделился квадрат A минус C. Значит, так можно его получить. Так, что-нибудь... Ну, давайте, наверное, можно стереть вот то, что справа. Вот я пока не хочу стирать, а вот справа можно стереть. А, да, я сотрю пластику, проще делается так. Так, ну, получается, у нас здесь будет A минус 2. А минус C на 3, да. Так. Может, на A минус C на 3B. Так, получается, A минус C на 3B минус 2A минус C в квадрате. А минус C поделить на 3B минус C. А минус C поделить на 3B минус D. А минус D здесь останется висеть. А вот смотрите, A минус C делен на 3B можно вынести за скобку, да? Да, да, да. Минус 2. А, прям совсем вынести? А минус C делен на 3B за скобку вынести. А, то есть это будет, ну, то есть A минус C в квадрате? Нет, ну, квадрат пока не будет, он там выделится где-то квадрат. Я просто вам подсказываю, что здесь квадрат выделится. Значит, A минус C делен на 3B вынести за скобку, а дальше сделалось преобразование. Так, ну, здесь остается просто A из третьего минус C и из второго минус 2A минус C. А, ну, вот видите, минус D. Видите, как красиво здесь все сейчас сократится, да? Вот тут смотрите, что получилось. A минус C минус 2A минус C на 3. Что здесь получается? Одна третья А минус C. То есть будет А минус C в квадрате делить на 3B. А на 9B. На 9, да. Так, понятно, что это девятка. Ну, да, да, да. И минус D. Ну вот, смотрите, вот эта прибыль в равновесии по Нэшу, да? Давайте ее зафиксируем. Вот, ну, можете себе куда-то записать, но у меня, в принципе, тоже выписано. А теперь, значит, в равновесии по Нэшу игроки ничего не знают друг о друге. Они принимают решения независимо. И вот в равновесии по Нэшу, на самом деле, показывает такую ситуацию, которая выгодна обоим. То есть если оба игрока разумны, то они вот должны предпочтеть равновесии по Нэшу. Потому что в этом случае никому не выгодно отступать. Вот такая вот хорошая стратегия. Ну, в некотором смысле, да, для некоторого класса задач. То есть она разумная в том плане, что это такая ситуация, в которой оба, ну, своего рода в плюсе. Никто не может отступить в одностороннем порядке. Теперь поговорим про другой подход, который был предложен Штакельбергу. Вот Штакельберг рассматривал ситуацию, когда игроки действуют по очереди. Вот сначала ходит первый, потом второй. И как нужно менять решение, если у нас сначала ходит первый, потом второй. Вот я сейчас дам это определение равновесия по Штакельбергу. Сейчас я оставлю только функцию p, здесь она нам пригодится еще. Все мы сотрем. Я оставлю вот этот ответ, который пока висит, он может что-то пригодится нам. Мы его сравним потом с тем, что будет в навесе по Штакельбергу. Это я тоже стираю. Ну и дадим сейчас определение. Значит, равновесие по Штакельбергу. Значит, вот тут считается, что сначала ходит первый игрок, условный лидер, потом второй последователь. Соответственно, последователь выбирает свою стратегию, когда известна стратегия лидера. То есть u2 должно принадлежать арг-минимуму. Давайте u со звездочкой его назовем. Значит, вот эта пара u1 со звездочкой и u2 со звездочкой. Значит, u1 заданно, а второй игрок минимизирует, находит свою стратегию. А первый игрок что делает? Значит, он делает следующее. Он пытается учесть оптимальный ответ последователя. То есть... Я может быть сейчас... Значит, здесь так. Для любого u1, π1 от u, u2 со звездочкой... Не, неправильно, неправильно. Сейчас я вам дам правильное определение. Давайте я сейчас уточню. Вот так. u2 здесь вот. Вот так. А u1 со звездочкой должно принадлежать арг-минимуму по u1 от минимума по u2 из. Давайте какое-то обозначение надо ввести. Давайте я вот обозначу. Как раз вот у у нас есть. u2 со звездочкой от u1. Так. А вот теперь сейчас мы можем красиво написать. Так. Арг-минимум по u1. Так. А здесь я напишу так. от минимума по u2 из у со звездочкой от u1, от π, 1, u1, u2. У нас же прибыль, да? Поэтому у нас не минимума максимум. Прошу прощения. Давайте здесь максимум ввести напишем. Вот так. Ну вот, да. Теперь правильно. Арг-максимум, а тут максимум. Значит, смотрите. Второй игрок выбирает стратегию оптимальным для себя образом, зная стратегию u1. а первый игрок максимизирует как вот оптимистическую функцию потерь. То есть оптимизирует собственные потери, предполагая, что последователи действуют оптимальным для себя образом. То есть, если, может быть, чуть более понятным языком это объяснить, вот у нас есть u2 со звездочкой, есть функция от u1. То есть отсюда определяется функция u2 со звездочкой от u1, а потом она подставляется в пи1 в потере первого. Значит, вместо пи2 пишем не какие-то абстрактные потери, а конкретные, которые от u1 зависят. И все это дело минимизируем по u1. Это вот то же самое записано, просто немножко тем более. Может, максимизируем? Да, конечно, спасибо, спасибо, да. У нас везде. Я просто что-то как-то начально написал минимум, да, везде. А тут у нас все-таки сдача на максимизацию прим, поэтому здесь везде надо максимизировать. Да, то есть вот минимум, максимум. Значит, какой алгоритм? Первый шаг. Ищем u2 от u1, потом u2 от u1 подставляем в пи1, и снова максимизируем. Ну, давайте вот снова кто-нибудь попробует проделать эти операции. Значит, сначала найти точку максимума пи2 в зависимости от u1, потом подставить эту точку максимума и максимизировать пи1. Есть желающие? Кто хочет попробовать? Ну что, смелее, смелее. Это, получается, сначала нужно будет продифференцировать пи2. Да, пи2 по u1 продифференцировать, найти точку максимума. Ну, давайте я попробую. Давайте, давайте, смелее. То есть пи2. А можно я его выпишу сверху? Да, конечно, конечно, как удобно. Ну, пи2 лучше, да, значит, от у1 и у2. Сейчас. У меня будет, правда, не очень понятно. Вот. Нужно найти производную, да, и пройти к нулю. Ну, может быть, если так тяжело писать, может, попробовать там у себя написать, а потом сказать нам ответ. Я просто немножечко не с ноутбука, поэтому не топну. Ну, давайте, значит, вот берем функцию пи2. у2, у1, у2. Ну, мы ее как-то уже писали сегодня, да? Собственно, известно, да? Давайте ее продифференцируем по у2. Ну, вот, да, попробуй продифференцировать, скажите, что получилось. Мы, по-моему, уже, кстати, это делали сегодня, да? По-моему, находили до производной сегодня. Ну, напомните, что там вышло. Там было а минус b на у1, минус 2b на у2, минус c равно нулю. А без нулю. Правильно? Да. Ну, вот, отсюда надо выразить у2. Значит, что будет? У2 от у1 того получается, да? Со звездочкой, если хотите. Так, ну, тут делен, да, что здесь получится. Ну, продиктуйте там. Сейчас я только не пишу. Хорошо, хорошо. Хорошо. Там получается а минус c делить на 2b минус 1 вторая у1. Как-то так вышло. Так, а минус c делить на 2b. Так, да, что-то такое, да, сейчас. А, ну, у меня получилось сейчас так. Вот, 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 вот сюда-сюда. А, ну, да, а минус c делить на 2b минус у1 делить пополам, да? Вот она. Значит, теперь что делаем? Теперь берем функцию π. Ну, здесь опять же легко проверять, что это максимум, да? Хотим взять второй производный. Теперь берем π от у1. Вот как бы мы сюда подставляем. Видите, у2 мы подставляем сюда максимум просто, да? Точку максимума у2 со звездочкой от у1. Так, ну, здесь давайте так, как-нибудь так. Здесь что получается? Ой, здесь снова тут немножечко громоздко, да? Тут все подставить. Вот помните, мы в прошлый раз, значит, подставили. Попробуйте снова вот относительно а минус c все это выразить. Получится у вас? А, нет, нет, стоп, 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 стоп. Здесь, наверное, что-то может быть проще. А, нет, ну, здесь нормально, нормально получается. Я тоже не посмотрю, да, этого насчет. Здесь получается вот так вот. А минус b на а минус c делить на 2b плюс у1 пополам. Правильно? Скобочка здесь, но квадратное возьму, чтобы было понятнее. у1 минус c у1 минус c у1 минус d. Так, получилось так? Да, вроде так. Ну, а дальше надо максимизировать по у. 1. Видите, здесь функция одной переменной, да? Максимум по у надо найти снова. Значит, приравним к нулю. Ну, это же давайте вы сами сделаете. Да, и скажите, что получилось. У1. Давайте так. Почитайте, сейчас скажите, какой будет ответ. Преобразуете все. Преобразуете все. Преобразуете, сразу с провин provided. Преобразуете? Продолжение следует... У меня вышло, что У1 – это С минус А пополам плюс Д. Так, У1 – это С минус А пополам минус Д, но Д там не может быть. Плюс Д, плюс. Нет, Д там не может никак быть. А, точно, оно же ушло, я забыла его убрать. Да, там нет Д. Значит, что получается? С минус А пополам получается. Нет, что-то мне не так получилось. Внимательнее посмотрите. У меня получилось С плюс А поделить на 2Б. Знак там один неправильный. Там получается минус А минус С. А минус С делить на 2Б. Вот, вот, да, это уже правильный ответ. А минус С делить на 2Б. Так, получилось у всех? Смотрите. Да, 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 да. Там я знак переплетелил. Да, я пересчитала, тоже получилось. Да. Ну вот. Ну, это вот У1 со звездочкой получается, да? Ну и У2 со звездочкой. Посмотрим, как будет действовать последователь, если лидер выберет стратегию У1 со звездочкой. Ну, вот сюда подставляем. Так, что-то не то. А пополам, пополам. Значит, что здесь получается? А минус С на 2Б минус А минус С на 4Б. Значит, будет А минус С на 4Б. Вот она получается, точка равновесия по Штаткенбергу. Так, ну вот. Значит, с этим разобрались. Давайте теперь посмотрим, чему будет равна прибыль первого и второго игрока. Значит, ну, здесь надо что-то стереть. Я посмотрю, вот я пока оставлю. Здесь вот, поскольку мы уже привели, все преобразования вычислили, точка равновесия, можно стереть. Значит, остается. Значит, вычислим теперь. Значит, Пи1 от У1 со звездочкой и У2 со звездочкой. Ну, давайте тоже подставьте, сделайте аналогичное преобразование, как вот мы здесь вычисляли. И снова попробуйте А минус С вынести. Значит, относительно А минус С это все выражайте. Смотрите, что в итоге будет. И заодно Пи2 тоже найдем. Спасибо. 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 Я предлагаю эти действия проделать, потому что у нас действительно получается интересный результат. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...